Бабушкины рассказы Бабушка, как я устал ходить на собрания! Да, это, наверное, потому что сейчас молитвенная неделя, и каждый день бывают взрослые собрания. А на детские собрания ты любишь ходить? О, да, на детские я очень люблю ходить. Бабушка, а ты в детстве любила ходить на собрания? Милый мой, когда я была маленькая, у нас совсем не было собраний, на которых говорили бы о Боге и Спасителе Иисусе Христе, ни взрослых, ни детских. У нас даже не было книг о Боге, ни Библии, ни рассказов с картинками для детей. Это было строго запрещено. И если у кого такие книги находили, то сразу забирали, а людей за это могли посадить в тюрьму. Да, трудное это было время. Верующим приходилось хорошо прятать все книги, где только упоминалось имя Бога. Однажды летом, я хорошо это помню, хотя мне было лет шесть или семь, был очень жаркий день, а моя мама и бабушка затеяли большую стирку. Для этого им пришлось топить печку в летней кухне, чтобы нагреть немного воды. Мы жили в одном доме с моими дедушкой и бабушкой. Они на одной половине дома, а мы на другой. Крыша нашего дома была покрыта жестью. К дому были пристроены две летние кухни, большая кладовка, сеновал и потом сараи для скота. Все они были покрыты дерном. А что такое дерн, бабушка? Это пласты из верхнего слоя земли, который порос травой и скреплен ее корнями. Их обычно вырезали на полянах около леса. Ко мне пришла моя двоюродная сестренка. Наши малыши как раз заснули. И мне разрешили побегать на улице. Мы стали играть в пятнашки и бегать вокруг дома. И вдруг мы увидели, что с нашей стороны над крышей поднимается дым. Пожар! Дедушка сразу побежал в центр деревни и стал бить в колокол. Правда, это был не настоящий колокол, а круглый кусок железа в форме диска с трубой посередине. Тогда у людей не было часов, поэтому в этот колокол звонили в обед, вечером в конце рабочего дня или если что-то случалось. Для каждого случая был свой особый звон. И жители деревни, где бы они ни находились, сразу знали, что случилось. Так и теперь отовсюду стали сбегаться люди и тушить пожар на нашей стороне дома. Но потом оказалось, что горела крыша с дедушкиной стороны. Люди бросились туда и стали помогать кто как мог. Кто-то начал выносить вещи из комнат, кто-то обливать стены водой, некоторые срывать обои со стен, другие бить окна, кто-то даже вырвал железную дверцу из печи. Я не понимала, зачем люди все это делают и где же дедушка? Он никогда не позволил бы творить такие неразумные вещи, но его нигде не было видно. Я побежала в большой сарай и вдруг увидела дедушку, который стоял на лестнице и в одном месте разбирал крышу. Я не могла увидеть, что он там точно делал, потому что его окутывал густой дым. Мне показалось, что на земле лежали овечьи шкуры. Дедушка, что это? Спросила я. Что ты здесь делаешь? Прикрикнул он на меня. Иди к детям и никому не говори, что ты здесь видела. Поняла? Я решила, что здесь, наверное, хранится что-то очень ценное для дедушки, если он в первую очередь бросился это спасать. К счастью, пожар быстро затушили. А я потом долго жалела, что в бабушкиной комнате были испорчены красивые новые обои. Это было еще до войны, и бабушка недавно сделала ремонт в своей половине. Теперь стены, потолок и пол имели довольно жалкий вид. А пожар, оказывается, разгорелся от их печки, которая стояла в летней кухне, далеко от комнаты с обоями. Когда прошло много-много лет, я спросила маму, что же дедушка хранил в своем тайнике. Она сказала, что, возможно, это было зерно или христианские книги. И еще моя мама добавила, что когда они с папой поженились, они жили в районном городе, где я и родилась. И они сами когда-то закопали целую упаковку книг в своем саду. В одной из книг была записана родословная их семьи. Они долго не решались достать эти книги, потому что боялись, что их все равно отберут. А потом они уехали из того города, а сад застроили новыми домами. Мама мне позже показывала это место. Так-то, милый, радуйся, что ты можешь ходить на собрание и слушать Слово Божье. и благодари за это Бога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бабушка, расскажи мне про войну. Ой, внучек, не дай Бог тебе узнать, что такое война. А почему, бабушка, это страшно, когда война, да? Не только страшно, это большое горе. Вот я расскажу тебе про одного мальчика. Его звали Вяйну Рихахайне. Он был по национальности финном, и у него не было ни мамы, ни папы и никого из родных. Они все умерли от голода. А откуда он появился в вашей деревне? Я не знаю. У нас через дорогу стоял большой дом. Когда-то это был дом молитвы. Потом в нем открыли школу. А во время войны к нам привезли эвакуированный из Ленинграда детский дом. Вместе с детьми, родители которых были на фронте или погибли, приехали учителя и воспитатели. Но Вяйна жил не в детском доме, а где придется. У него не было ни кровати, ни одеяла, ни подушки. А те немногие вещи из одежды, которые у него были, он хранил у чабана. Так звали у нас в деревне одного старого человека. Вообще-то фамилия у него была Богословский, но раньше он пасовец в колхозе, поэтому его все называли просто чабаном. Он жил со своей женой в маленькой землянке рядом с мельницей. Но они были уже старые, не могли работать и тоже нуждались. Летом Вяйна спала в ящике на дрожках. В центре деревни находился колхозный двор. Там был навес. А под этим навесом ночами стояли дрожки. Бабушка, а что такое дрожки? Это такая повозка, в которую впрягали лошадь. Под сиденьем дрожек был ящик для овса, чтобы кормить лошадь в дороге. На этих дрожках он летом часто сидел и пел песни. Одну я еще хорошо помню. Он ее часто пел. Там были такие слова, что у него нет ни мамы, ни папы, что он совсем одинокий. И если умрет, то даже никто не придет на его могилку. Мне его было очень жалко. А вот зимой он спал в школьной печке. У нас в классе стояла большая печка с железной дверцей, а за дверцей находилась духовка, где можно было сварить обед, когда она была горячая, или посушить одежду, когда печка уже немного остынет. Я помню, как однажды пришла утром в школу. Я тогда была уже в третьем классе. Значит, это было в 1943 году. И один мальчик Петя из нашего класса постучал в дверцу. Она открылась, оттуда вылез Вяйна, и Петя дал ему печеную картошку. Люди жалели сироту и давали ему кто что мог. Вяйна был примерно моего возраста, но он не учился с нами в классе. Может, потому что у него ничего не было, на чем писать и чем писать. Вместо тетрадок мы писали на старых газетах и на любых клочках бумаги, на которых еще можно было что-то написать. Даже чернила я делала себе сама. Один раз для этого долго соскребала сажу с чугунка, но эти чернила не получились. Потом я нашла в подвале красную свеклу и острым предметом выводила по ней полосы, так что капли красного сока стекали в бутылочку. Эта бутылочка, которую я где-то нашла, была моим сокровищем. Однажды Вяйна пришел в наш дом на бабушкину половину. Это было зимой, и он, видимо, был очень голодным. Все вещи, которые у него были, он уже променял на еду, и у него осталось только одно платье его мамы. Это было ее свадебное платье, и он говорил, что никому его не отдаст, потому что это была его единственная память о матери. В то время у нашей бабушки жила ее родственница, тетя Лида. И вот, смотрю, Вяйна пришел к этой тете Лидии и попросил ведро картошки. Взамен он развернул сверток, и я увидела, что он принес платье своей мамы. Какое оно было красивое, вышитое нежными букетиками. Мне оно показалось просто чудесным. А по лицу Вяйна бежали слезы. Тетя Лида взяла платье и натянула его прямо поверх своих ватных штанов. Потом вместе с Вяйна сходила в сарай за картошкой. А он все стоял не в силах уйти и плакал. Вот так-то, внучек, трудно приходится сиротам. Молись, чтобы тебе никогда не пережить войну и не узнать, что такое остаться без родителей. Благодари Бога, что у тебя есть мама и папа, и тебе не приходится голодать. Редактор субтитров не прочим. Редактор субтитров